Трансплантация костного мозга ежегодно требуется более чем пяти тысячам россиян. К сожалению, в России не хватает потенциальных доноров кроветворных стволовых клеток. Из-за этого умирают люди, в том числе маленькие дети. Найти пациенту генетического близнеца, подходящего для трансплантации, не так-то просто. Шанс примерно один на десять тысяч. Врачи используют специальные базы данных, так называемые регистры. Попасть в регистр доноров с недавних пор стало гораздо проще. Если раньше надо было прийти в лабораторию и сдать кровь, то сейчас достаточно взять у себя мазок и отправить анализ по почте заказным письмом. О том, как это сделать, нам расскажет наш сегодняшний гость Екатерина Кузнецова, директор Сибирского регистра доноров костного мозга. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с общего вопроса, что такое костный мозг и зачем может понадобиться его пересадка. Начнем с того, что костный мозг важно не путать со спинным. Потому что, когда говоришь донорство костного мозга, прежде всего, что человек представляет, что у него там какая-то будет страшная операция в позвоночнике, весь спинной мозг высосут. На самом деле, совершенно ничего общего с реальным донорством костного мозга эта процедура страшная не имеет, потому что донорство костного мозга это совсем о другом. Как происходит трансплантация костного мозга? У одного человека берут из вены кровь, пропускают через специальный аппарат, там остаются нужные стволовые кровотворные клетки, и эту же кровь человека в вену на другой руке ему возвращают. И вот то, что остается, жидкость красного цвета, клетки костного мозга переливают тому человеку, которому нужна трансплантация, таким образом спасают ему жизнь. Вот это и есть та самая процедура страшная, вокруг которой много мифов. Это не операция, человеку не дают наркоз. Для чего нужна эта самая трансплантация? Наверное, каждый из вас, вы в том числе, Артем, наверное, слышали о таких заболеваниях, например, как лейкоз. Слышали? Да, конечно. Да, рак крови, если простым языком, да. Очень многие люди болеют этим заболеванием и, как правило, очень часто поражают детей эту болезнь. Каждые 20 минут в России один человек слышит такие слова. Очень жаль, но у вас лейкоз. После этого человека обследуют и после этого начинают его лечить. Но в случае с лейкозом, например, это химиотерапия. Но не всегда это, к сожалению, помогает. И вот в тех случаях, когда химиотерапия не помогает, остается шанс такой последней надежды провести человеку трансплантацию костного мозга. Для этого нужен донор. Где его взять? Прежде всего проверяют родственников. Но так природа распорядилась, что лишь в 25% случаев среди родственников есть совместимый генетический донор. Что делать остальным? А вот для остальных как раз и создают такие электронные, большие электронные базы, куда заносят данные людей, которые потенциально могут прийти на помощь в таком случае и стать неродственным донором костного мозга. Насколько сегодня потребность в донорах в России удовлетворена? Потребность огромная и потребность не удовлетворена. Как вы уже правильно сказали, около 5000 человек в год нуждаются в трансплантации, а проводятся трансплантации, ну вот по официальной статистике Минздрава около полутора тысяч. Все остальные люди уходят, потому что им просто не могут найти донора. А в нашем регистре сейчас чуть больше 160 тысяч человек. Много это или мало? Это крайне мало. Например, в Германии в таком же регистре доноров костного мозга 10 миллионов человек. В США 12 миллионов человек. А наши регистры крайне мал. Крайне мало совпадений, потому что пересадить кроветворные стволовые клетки одного человека другому можно лишь в том случае, если они генетически совместимы, эти два человека, если они являются генетическими близнецами. А шанс на то, что такой близнец найдется в регистре 1 на 10 тысяч. Именно поэтому эти регистры должны быть огромными, для того, чтобы было много людей, для того, чтобы было больше совпадений и чтобы мы спасали как можно больше жизней. Вы сказали, что в регистре 160 тысяч человек. Из них сколько из Алтайского края? Можно говорить о цифрах? Да, из Алтайского края на сегодняшний день около 170 человек. Но мы очень надеемся, что этих людей будет больше, особенно сегодня, когда люди услышат, узнают об этой проблеме и наверняка захотят помочь, в том числе и своим землякам. Расскажите тогда, как можно вступить в этот регистр? Я знаю, что сейчас есть способ, связанный с почтой. Чуть более подробнее об этом. Ну, во-первых, донором костного мозга потенциальным, а потом и реальным может любой совершенно человек от 18 до 45 лет, не имеющий серьезных заболеваний. Но если есть такие заболевания у человека, то он наверняка о них знает. Это, например, цирроз или онкология, ВИЧ. Вот такие серьезные заболевания, естественно, являются противопоказанием. Человек должен весить больше 50 килограммов, но, естественно, иметь желание помочь незнакомому, неродному ему человеку спасти жизнь своему генетическому близнецу. Есть несколько способов, как войти в регистр. Во-первых, можно принять участие в акции, которые я и мои коллеги проводим периодически в разных городах страны. Второй способ – прийти в любой медицинский офис фирмы «Инвитро», сдать 4 мл крови из вены. Либо вот новый способ, который очень простой, который мы сейчас реализуем вместе с Почтой России. Заказать у нас на сайте rdkm.ru, регистр доноров костного мозга, аббревиатура.ру. Вот такой набор. По почте вам придет вот такой набор. В нем будет конверт, в нем будет брошюра, где будет все рассказано о донорстве. И в нем будут вот такие палочки. Что это за палочки? Это палочки для сбора биологического материала, для сбора букального эпителия. Эту палочку вскрывает человек, проводит ей по внутренней стороне щеки. Слюна собирается. Таким образом, да, собирая слюну и частички эпителия. После чего запечатывает вот этот конверт. И Почта России, так же как бесплатно она этот набор доставит, точно так же она бесплатно этот набор уже с биологическим материалом человека отправит в лабораторию. Она находится в Казани, где вот этот биологический материал протипируют. Что это значит? Это значит, что расшифруют генотип. Тот фрагмент, который отвечает за тканевую совместимость. И вот этот код занесут в регистр доноров костного мозга. Заболевает человек. Ему нужен донор. Врач заходит в эту базу и начинает искать совпадения. То есть фактически он ищет генетических близнецов. Если совпадение есть, один человек может спасти жизнь другому. Расскажите, вот будет ли этот анализ, отправленный по почте, точно таким же, как и анализ, который человек сдал в лаборатории? Не будет ли никакой разницы между ними? Нет, это совершенно аналогичные анализы. То есть один метод через кровь, и другой метод, как мы называем его, бескровный. Это эпителий, букальный эпителий. Равнозначные. Допустим, человек сдал, стал донором, ему позвонили и пригласили на донацию. Что дальше? Если человек совпал, а это, как мы уже с вами понимаем, крайне редко, ему позвонят, спросят, не передумал ли он, не заболел ли он, после чего человека полностью обследуют, потому что ни у кого нет задачи сделать одного человека здоровым за счет другого. Прежде всего, это здоровье донора. Ни в коем случае он не должен пострадать. Поэтому его полностью обследуют. Если наши медицинские специалисты убедятся в том, что он здоров, его пригласят на донацию. Сейчас это происходит в Санкт-Петербурге. Полностью дорогу и проживание оплачивают донору за счет регистра. Несколько дней он живет в Санкт-Петербурге. И за несколько дней до самой процедуры донации ему дают специальный препарат, который провоцирует выброс кроветворных столовых клеток в кровь. Костный мозг, который находится у нас в косточках, он начинает очень активно работать и выбрасывает вот эти кроветворные клеточки. После чего, как я уже сказала, та самая процедура из вены крови берут, стволовые клетки остаются в аппарате, кровь человек не теряет, а потом вот эти стволовые клетки перельют тому человеку, которому они необходимы. То есть можно сказать, что для донора процедура безболезненная практически? Да, единственное, что она длится около четырех часов. Ну, для того, чтобы набрать необходимое количество, нужно запастись терпением. Но вообще наши, то есть это без наркоза, это не оперативный путь, да. И вообще наши доноры, ну, вот спрашивала у ребят, которые прошли, стали реальными донорами, кто-то из них смотрел фильм, кто-то из них даже умудрялся работать, если он там, есть у него возможность дистанционно, да. Ну, как правило, смотрят фильм, потому что такая процедура довольно нудная, четыре часа нужно сидеть, значит, сдавать кровь. Вот, но тем не менее, что не сделаешь ради спасения. А в случае совпадения, когда донор подходит, так скажем, случается мэч, сколько времени должно пройти до момента трансплантации костного мозга? Как долго эта процедура занимает? Ну, как я уже сказала, это не сию минуту, да. То есть с донором свяжутся, с донором поговорят, донора обследуют, только потом, да, пригласят его уже на процедуру донации. Причем готовят не только донора, а готовят и рецепиента. И в этом случае все еще более серьезно. Дело в том, что за неделю до процедуры трансплантации у рецепиента очень сильные химиотерапии убивают его собственный костный мозг, для того, чтобы на это место прижился костный мозг донорский. И 7 дней до процедуры трансплантации рецепиенты живут в таких стеклянных боксах стерильных, потому что убивая костный мозг, убивается весь иммунитет человека. Он становится совершенно беззащитным к окружающей среде. И даже лекарства и пищу ему передают через такие специальные шлюзы. Чтобы случайно ничем не загрузить. Да, да, да. То есть вот после чего происходит процедура трансплантации и, собственно, после этого необходимо, чтобы этот костный мозг прижился. Это еще одно испытание, скажем так, для рецепиента. Но по статистике после трансплантации в 80% случаев, если костный мозг приживается, то у пациента наступает ремиссия. Представляете? То есть у человека вообще не было шанса на жизнь. В 80% случаев он выздоравливает. Он спасен, по сути. Он спасен, да. То есть я думаю, что, конечно, это стоит того. А может ли донор все-таки передумать, даже после совпадения, после того, как его материал подошел, может ли он отказаться от донации? Да, донор может отказаться на любом этапе. Но для чего тогда входить в регистр? Мы говорим, да, иногда я, наоборот, отговариваю людей, да, говорю, ты точно подумал, ты серьезно к этому подошел. Потому что шаг серьезный. Ты можешь вступить в регистр, да, это ничего тебе не стоит, ты просто сдал пробу и забыл об этом. А ведь ты чей-то шанс на жизнь. Ведь человек именно тебя ищет в этом регистре. Если не ты, то ему больше никто не поможет, да. Генетический близнец может быть один во всем мире. А если ты отказываешься, то ты лишаешь этого человека шанса. А как быстро донор восстановится после потери костного мозга? То есть если в случае с рецепиентом мы понимаем, человек потенциально выздоровеет, у него появляется очень много шансов. Донор сам как-то пострадает от этого? И как быстро восстановится его организм? Ну я бы не говорила о потере, скажем так, костного мозга, да. Дело в том, что это лекарство, лейкостим, да, которое дают донору перед донацией, оно активизирует работу костного мозга, и этих стволовых клеток в крови становится больше, чем нужно, да. То есть фактически мы забираем излишки, да. Но все равно человек теряет какие-то свои клеточки. Ну по статистике в течение недели восстанавливается все в организме. Кого-то больше, кого-то меньше. Но не нужна реабилитация, не нужны какие-то специальные там медицинские манипуляции, да. То есть организм здорового человека все компенсирует сам. Будет ли донор знать, кому он жертвует свой биоматериал? Два года не будет. Сначала он пройдет эту процедуру. Это делается специально. Ни донор не знает своего реципиента, ни реципиент не знает донора. Они могут обмениваться письмами через регистр, анонимно. Узнавать о состоянии здоровья, например, да, или там передавать приветы. Но через два года это делается для того, чтобы избежать малейшего давления. Как на донора, так и на реципиента. Потому что на кону жизнь человека. Это очень серьезно. Но через два года мы предлагаем этим людям встретиться, если они захотят. Если согласен тот другой, мы устраиваем встречу. И это одно из самых трогательных событий вообще, которые я видела лично в своей жизни. Потому что встречаются два совершенно чужих друг к другу человека, у которых одна жизнь на двоих. Представляете, например, такой медицинский факт. Я не медик, но я считаю это чудом. Например, у реципиента группа крови становится точно такая же, как у донора. Если изначально она была другое совершенно. Да, да. То есть настолько перезапускается весь организм человека, что даже группа крови становится та же. Я знаю, что вы хотели предложить мне тоже стать частью этой программы, Да, Артем, если вы захотите, да. Пожалуй, да. Я соглашусь. Хорошо. Артем, тогда вам нужно заполнить вот такую анкету. А то я покажу, да? Там ничего такого сложного. Анкету мы заполним за кадром уже? Конечно, да. Чтобы не терять время. Вот палочки, пожалуйста. Спасибо. Да. Одной достаточно, да? Это дублирующая система. Одной палочкой мы проводим за одной щепой, а второй за второй. Ну, на всякий случай, скажем так, да. Ну, можно чуть-чуть подольше, секунд пять можно провести, да. Вот. Ну, второй, второй можно. Я сейчас уберу сначала. Да, можно посушить, пусть они так будут сначала, да. А на этом у меня все, Екатерина, спасибо. Напомню, сегодня в студии с нами была Екатерина Кузнецова, директор Сибирского регистра доноров костного мозга. Субтитры создавал DimaTorzok